Здравствуйте дорогие друзья! Продолжаем путешествие по книге Тиелин. 97 псалом у нас сегодня. Небольшой псалом, немного толкований. Вообще написано, что этот псалом хорошо читать для радостной обстановки в семье. Он когда читается, его каким-то образом очищается атмосфера семьи. В духовной подоплёхе этого псалма говорится, что сотворенный материальный мир окутывает Всевышнего, как туман такой. И скрывает это от нашего постижения все. Но этот туман рассеется и во Вселенной будет еще тот великий свет, который посеян написано для праведников в первый день творения. Что написано в Тиелин по десятому пэрику? Человек это маленький мир, в нем живет крошечный Белан, кто-то там строит себе силы Медьяна, там все это. Иногда человек грешит, он иногда страдает, преодолевает себя, отрывается от греха. Но Тора предупреждает, этого недостаточно. Написано враждуй с медьянцами. То есть как бы человек должен вести войну со своим злым началом. Это выводят из десятой строчки в любящие Бога, ненавидьте зло. Говорят о том, что 17 раз произнести одиннадцатый пэрик девяносто седьмого псалма. Это свет засеян для праведников, а для прямодушных веселья. Что если этот пасок говорить каждое утро, а еще лучше 17 раз, то выходят из небес 17 голосов, как тебе в помощь, именно для тебя работают. Это каббалистическое толкование. Вообще считаю того, чтобы самому стать большим источником света, источником радости в отношениях с окружающими тебя людьми. Ну вот, пожалуй, все. Барахава и отслаха.